В том году мужик вообще, камеры у нас, это мусор, он подвез, и это бедная кошечка, он ее вытащил с машины, выкинул, сел и уехал. Она сидела, две недели его ждала. Именно с этого и начинается бездомная жизнь четвероногих. Привезли, кинули, уехали. И такие случаи больше заметны в садоводствах. Дачный сезон закончился, и многие барнаульцы оставляют своих питомцев на произвол судьбы. Охранники и председатели хоть как-то пытаются сохранить жизнь кошкам. Там у нас есть специальный ящик, мы его оборудовали, чтобы они там ночевали. Утепленный, все, коробки ставим, одеяло стелим, все это дело. Ну и, естественно, кормим. Сторожа покупает молочко, колбаску, варим, кашуем. Зиму все переносят? Или бывает? Ну, вот весной. Ну, там одного нашли замерзшего, а так-то выживают. Выживать помогают и неравнодушные люди. За свой счет покупают сухие и влажные корма. Кашу, которую, кстати, варят по 5 литров утром и вечером, ибо остальная еда зимой попросту замерзает. По словам волонтеров, огромное количество бездомных кошек живут именно в садоводствах. Некоторым лохматым помогает выживать, а иногда волонтеры видят и замерзших кошек. В группе есть люди, все у нас разделено, каждый выполняет свои функции. Кто-то кормит в городе животных, кто-то ездит по садоводствам, помогает. Вот о данном садоводстве узнали только недавно. То есть я как бы о нем знал, но я не знал, что здесь есть животные. И ситуация-то не критичная. Есть более критичные ситуации. Например? Ну, где животных зашкаливает просто большое количество, и где их не кормят. Ужесточать закон о содержании животных, чипировать, чтобы вот ТСЖ в этом принимали участие тоже, чтобы появилось животное, чтобы ставить его на учет. Пройти мимо чужой беды невозможно. Ты садишься дома, ешь в тепле, а они голодные, смотрят на тебя глазами. А какой-то вкусняшки им, как нам, конфетки. Еще одна проблема, о которой говорят защитники четвероногих – это стерилизация. В таких условиях размножение кошек чаще всего приводит к замерзанию маленьких котят. Волонтеры готовы даже взять эту процедуру на свои плечи, даже в финансовом плане. Им в этом частично помогают барнаульские приюты. Только в ласку ежегодно принимает тысячи животных. А сколько еще такие волонтеры, как Алена, устраивают лохматых по своим знакомым? Большинство животных, оказавшихся на улице из домашних условий, они испытывают огромный стресс. А для животного, как и для человека, стресс – это большой удар по здоровью. Не зря же у нас везде говорят, что там все болезни от нервов. Вот как у людей все болезни от нервов, так и у животных все болезни от нервов. Мы в настоящий момент оперативно готовы помочь, например, с ветеринарным каким-то лечением. У нас ветеринарный центр открыт, мы можем, если, например, кто-то подобрал кошечку, но сомневается в ее здоровье, нет средств на ее лечение, он может к нам обратиться. Мы ее обследуем по необходимости и полечим, назначим какие-то необходимые манипуляции и можем стерилизовать кошечку. Волонтеры верят, что хотя бы кто-то из этих кошек найдет новый дом и будет жить в тепле и безопасности. Только сейчас более тысячи животных находятся на передержке, а число бездомных еще выше. И волонтеры продолжают верить, что люди, которые выставляют своих питомцев на улицу или оставляют на даче, будут думать головой. Если вы хотите помочь четвероногим или подарить кошке тепло и уют, номер нашей редакции вы видите на своих экранах. Мы поможем вам связаться с волонтерами. И плюс одно доброе дело в вашей копилке. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.